Почти два десятка команд под сводами Бийского бассейна «Заря» демонстрировали свою готовность к выходу на открытую воду. Эти уникальные соревнования проходят в Бийске восьмой год подряд. И хотя вода в бассейне не бурная, уж поверьте, здесь есть на что посмотреть. Сегодня будут проходить перевороты рафтов. Это базовое упражнение для постановки рафта на ровный киль в случае переворота на реке. Важно отрабатывается и тренируется, еще закрепляется здесь. И каждый год это происходит для обеспечения безопасности в условиях реального путешествия с туристами. Рафтсменов из Горно-Алтайска уже многие годы тренирующихся под крышей местного классического университета по праву считают фаворитами практически любых соревнований по рафтингу. Не только за Уралом, но и в России. Мы здорово проехали быстро, коррективы внесли после первой попытки, но допустили одну комарочку, задели один раз в ворот, это 5 секунд штрафа. Это как бы... поэтому это не идеальный проход, а так было здорово. Когда условия не идеальные, рассчитывать на идеальное прохождение могут разве что непробиваемые максималисты. Идеальные же условия выглядят примерно так. Головокружительные сливы, заварные котлы и кипящие бочки. Для того, чтобы на горных реках чувствовать себя как рыба в воде, требуется не так уж и много. Нужно тренироваться очень много, нужно пахать и, конечно же, получать удовольствие от того, чем мы занимаемся. Судя по всему, наибольшее удовольствие от проделанной работы среди мужских команд нынче вполне ожидаемо получили горно-алтайские грибцы, забравшие и золото, и серебро. Новосибирцы в мужских стартах замкнули тройку, а в женских возглавили бийские касатки вторые, барнаульские алые паруса на третьем месте. Сергей Пинчук, Юлиана Бакульна, Андрей Юдин. Вести Талта.